И оба ОМК по английскому как по второму иностранному языку. ОМК мой выбор английский или options. Мы начнем с федерального перечня. Как вы знаете, он вышел у нас 28 декабря 2018 года. Приказом тогда еще Министерства просвещения номер 345. И с момента публикации федерального перечня на сайте, то есть 29 декабря, предыдущий федеральный перечень учебников является утратившим свою силу. Я напомню, что предыдущий перечень, по которому мы работали, он был от 2014 года. Те организации, которые закупили учебники до вступления в силу нового федерального перечня, имеют право в течение трех лет использовать их в образовательной деятельности, потому что они их закупили до вступления в силу настоящего приказа. Что касается самого федерального перечня, он имеет три раздела. Первый раздел – это учебники, рекомендованные для реализации обязательной части образовательной программы. Второй раздел – это учебники, рекомендованные для реализации части образовательной программы, формируемые участниками образовательных отношений, учебники для предметов по выбору, специальные учебники для реализации адаптированных программ. Третий раздел – это учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации. Мы с вами сегодня посмотрим на все УМК по иностранным языкам, которые вошли в новое федеральное перечень издательства просвещения по уровням, то есть начальное, общее и среднее образование. Мы их все посмотрим. Посмотрим, какие учебники по вторым иностранным языкам туда вошли, по каким языкам. А дальше уже остановимся на УМК по английскому, как второму иностранному. Мой выбор – английский. Итак, начнем с начального общего образования. На уровне начального общего образования для общеобразовательных классов по английскому языку. У нас английский в фокусе и новую УМК-сферу. Вчера мы о нем говорили. Если кто-то из присутствующих на сегодняшнем вебинаре был с нами вчера, то вчера мы как раз-таки разбирали, смотрели данную УМК. Если вам интересно, вы также можете посмотреть вебинар в записи для тех, кто вчера к нам не присоединился. Для классов с углубленным изучением у нас звездный английский и УМК Верещагин. По немецкому языку для общеобразовательных классов у нас УМК БИМ, а также УМК Вундеркинды Плюс, который у нас идет как для общеобразовательных классов, так и для классов с углубленным изучением. По французскому языку. Для общеобразовательных классов у нас «Твой друг» французский язык и для углубленного изучения «Французский в перспективе». И также УМК «Испанский язык» для общеобразовательных и для углубленного изучения. Вот обложки УМК издательства «Просвещение» для вторых-четвертых классов, которые вошли в федеральный перечень учебников. Обратите внимание на сами обложки. Те учебники, которые вошли в новый федеральный перечень издательства «Просвещение», они имеют такой вот синий значок с гербом издательства «Просвещение», где написано «ИП». Ну и тут большинство линий, я думаю, вам хорошо знакомы, за исключением УМК «Сфера», которая является новой линией. Сразу скажу, что она вошла со 2 по 11 класс, то есть линия полностью вошла в новый федеральный перечень. Нам часто задают вопросы по поводу изменений, которые возникли в УМК, что касается начальной школы английский фокус. Теперь учебник выходит в двух частях. Это было сделано для удобства использования младшими школьниками и уменьшения веса изданий. Если по каким-то обстоятельствам необходима совсем небольшая дозакупка, то в принципе в одном классе могут быть использованы предыдущие версии и новые версии учебников. Но, конечно же, лучше закупать уже новую версию. Что же касается звездного английского, то здесь задания были значительно переработаны. И в первую очередь это касается заданий, которые предполагались, что их будут выполнять в учебнике. И учителя, и библиотекари нам об этом много говорили. Мы, конечно же, понимая нашу специфику образования процесса, мы пошли навстречу. И, как видите, эти задания были изменены. Там, где предполагалось раскрасть в учебнике, теперь просят детей назвать цвета. То есть это все было изменено таким образом, чтобы в самом учебнике какие-то письменные упражнения или что-то обводить, мы это чтобы не делали. Ну, как я уже говорил, вот новая МК-сфера. Это базовый уровень английский, как первый иностранный язык. Там идет постепенное изучение букв и звуков английского алфавита, метод глобального чтения. Но, тем не менее, мы вводим и правила чтения, мы вводим транскрипцию. Он направлен на развитие науков 21 века уже с начальной школы. Постоянные рубрики, которые вы видите на экране. Забавные персонажи. Автор Алексеев Смирнова. Также вам очень советую посмотреть вебинары авторские, методические по данному МК. И для себя также понять, насколько данный УМК вам будет интересен. Возможно, это то, что как раз-таки вы давно искали. И то, почему будет интересно работать. Но сегодня у нас немножко другая тема. Поэтому мы так чуть-чуть затронем и все. Как известно, в федеральный перечень у нас по начальной школе не вошел у МК авторского плитива Владимира Петровича Кузовлева. Напоминаю, что в соответствии с приказом 345, в федеральном перечне, в течение трех лет вы имеете право использовать данный УМК, если вы его закупили. Мы, естественно, как издательство, мы продолжим с целью поддержания преемственности выпускать учебники. Они будут выпускаться в статусе учебных пособий. И также вы можете их закупать за счет бюджетных средств. Потому что учебные пособия у нас могут закупаться в соответствии с федеральным законом номер 273. Статьи 8, 18, 28 и 35. Что у нас на уровне основного общего образования? Давайте посмотрим. Для общеобразовательных классов по английскому языку у нас английский в фокусе. У МК Владимира Петровича Кузовлева. Новые УМК сферы. Для классов с углубленным изучением у нас звездный английский. У МК Верещагина и Фанаси. По немецкому БИМ для общеобразовательных классов. В МДК Плюс. Опять же, как для общеобразовательных, так и для классов с углубленным изучением. По французскому языку Твой друг французский язык для общеобразовательных классов. И французский в перспективе для классов с углубленным изучением французского языка. По испанскому языку у нас для общеобразовательных и для углубленного изучения УМК «Испанский язык». И обратите внимание, в новый федеральный перечень у нас вошли УМК по вторым иностранным языкам. Это УМК «Мой выбор английский» по английскому как второму. УМК «Горизонты» по немецкому как второму иностранному. По французскому вошли сразу две линии. Это линия «Синяя птица» и линия «Встречи». И вот линия «Встречи» – это курс, который начинается с седьмого класса. То есть он рассчитан на три года обучения. По испанскому языку это УМК «Завтра», а также УМК по китайскому как второму иностранному «Время учить китайский». На данный момент обучение второму иностранному языку у нас является обязательным на уровне основного общего образования. Мы сегодня также на эти документы посмотрим. Здесь вот представлены обложки всех УМК по английскому языку издательства «Просвещение», которые вошли в новую федеральную перечень. У УМК «Мой выбор английский» обложку вы видите справа. Также напоминаю вам, что когда мы смотрим перечень, мы там не видим название линии УМК. То есть мы видим номер в федеральном перечне, мы видим автора и название идет «Английский язык». Поэтому я настоятельно рекомендую авторов хотя бы первых двух стараться запомнить, если вас интересует какой-либо УМК. Авторы УМК «Опшенс» у нас Маневич Полякова. Если вы хотите проверить и удостовериться, что действительно есть перечень, пожалуйста, вот номера также здесь даны и авторские коллективы даны. Ну вот здесь представлен слайд с особенностями УМК «Сферы», также с новинкой перечня на уровне пятых-девятых классов, который дает возможность учащимся научиться правильно и быстро делать презентацию, узнать основные правила ведения дискуссии, научиться писать различного рода письма и эссе, научиться анализировать факторы и объяснять закономерности, научиться применять полученные знания в повседневной жизни, что особенно важно, потому что мы понимаем, что единицы у нас выберут язык как профессию, но общаться на английском языке придется практически всем. И чтобы люди в дальнейшем в своей карьере, просто где-то в путешествиях, не чувствовали себя неуютно. Вот в этом, наверное, есть основной смысл нашего обучения наших учеников, чтобы у них были развитые навыки устной речи, развитые навыки аудирования, чтобы они могли общаться с носителями и просто использовать английский как язык международного общения. Это, наверное, все-таки основная задача школы на данном этапе. Конечно, подготовка к экзаменам для тех, кто выберет язык дальнейшей профессии. Там уже есть свои нюансы, свои закономерности. Но, тем не менее, мы должны работать со всеми учащимися, должны направлять все свои силы, чтобы каждый ученик все-таки освоил и прочно закрепил знания английского языка. А вот этот слайд как раз-таки про ОМК «Мой выбор английский». Это наш совместный проект с издательством «Экспресс Паблишен», где наши авторы отвечали за методическую составляющую, в то время как наши иностранные коллеги отвечали, конечно же, за аутентичные материалы. Он имеет модульную систему построения, как и большинство ОМК издательств просвещения, направлен на всестороннее развитие коммуникативной компетенции на основе тем, соответствующих возрасту и интересам учащихся, целенаправленно готовит КГ, имеет яркое современное оформление. Чуть позже мы посмотрим на саму ОМК, на его структуру, на задания, которые там представлены, а также на все компоненты. Пока это просто краткий анонс того, что из себя представляет данный ОМК на уровне основной. Ну а мы переходим на уровень среднего общего образования. Что мы видим здесь? Базовый уровень у нас английский в фокусе, сферы, углубленный уровень звездный английский Афанессио-Михеево. Немецкий язык у нас «Мудеркинде плюс» как для базы, так и для углубленного уровня. По французскому языку для базового уровня у нас объектив, углубленный уровень французский в перспективе. По испанскому языку у нас также для углубленного и для базового изучения ОМК Кондрашовы. И, как вы видите, ОМК по вторым иностранным языкам. Вошли в федеральный перечень и на уровне среднего общего образования. Хотя на данный момент обязательным является обучение на уровне основного общего образования. Но, тем не менее, ОМК эти входят в перечень и на уровне 10-11 класса. Это и мой выбор английский, и горизонты, и синяя птица, и завтра. Здесь, опять же, представлены номера в федеральном перечне, авторские коллективы, названия учебника и обложки всех ОМК по английскому языку на уровне среднего общего образования. Пару слов еще скажу про сферы для 10-11 класса. Здесь, конечно же, у нас идет ориентированность заданий на формат ЕГЭ. Вводится рубрика Focus on Exams. При этом задания у нас направлены на развитие всех видов речевой деятельности. Мы готовим к экзамену, конечно же, но не ставим это в самоцель. Это один лишь из аспектов изучения и овладения иноязычной коммуникативной компетенцией. Это базовый уровень, сразу скажу, но база хорошая, и база, с которой действительно можно подготовить учащихся к сдаче единого государственного экзамена. Здесь обложки ОМК «Мой выбор английский» для 10-11 класса. И, как вы видите, здесь также одной из особенностей идет целенаправленная подготовка к ЕГЭ. Несмотря на то, что это второй иностранный язык, мы также стараемся подготовить учащихся и к ОГЭ, и к ЕГЭ с помощью данных ОМК. ОМК Владимира Петровича Кузовлю на уровне 10-11 класса у нас также в федеральный перечень не входят, но они выпускаются в статусе учебных пособий, и вы также можете их закупать в соответствии с законом за счет бюджетных средств. Хотя федеральный перечень вышел у нас достаточно давно, уже полгода, даже чуть больше прошло, вопросов еще у учителей и у заучи возникает много, поэтому на сайте inyas.prosv.ru у нас размещена, во-первых, выдержка из федерального перечня учебника, чтобы вы могли найти все учебники по иностранным языкам издательства просвещения, которые вошли в новый федеральный перечень, а также письмо главного редактора об использовании учебники по иностранным языкам в свете обновленного федерального перечня. Плюс, если у вас или у ваших коллег возникают какие-то вопросы по работе, по структуре, потому что вошло в федеральный перечень не только по иностранным языкам, но и по всем и другим предметам, пожалуйста, у нас до сих пор действует ящик fpu.sov.ru. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Все вопросы потом переходят непосредственно в центры редакции, и мы обязательно на них отвечаем, стараемся помочь. Ну а мы переходим к нашей сегодняшней теме, к вторым иностранным языкам. Посмотрите, пожалуйста, на данную таблицу. Как вы знаете, следующий учебный год, у нас 19-20 учебный год, у нас основная школа полностью уже должна перейти на работу в рамках ГОЗ. А это значит, что те учащиеся, которые у нас будут заканчивать 9 класс в этом учебном году, который будет, у них в аттестате уже должен стоять второй иностранный язык. Давайте посмотрим на нормативные документы. Почему мы говорим о том, что он является обязательным. На что мы опираемся? Ну, конечно же, в первую очередь мы опираемся на Федеральный государственный образовательный стандарт, на приказ об его утверждении, а также еще один документ – это приказ о внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт. Приказ об изменениях вышел 31 декабря 2015 года. И что в нем было? То, что нас вот как раз-таки и нашу тему интересует. Ну, во-первых, там исчезла область филологии, появился русский язык и литература, появился родной язык и родная литература, и отдельно появился предмет на область иностранные языки, которая в себя включает через запятую иностранный язык, запятая второй иностранный язык. И было написано, что это входит в учебный план, что это обязательные предметные области, учебные предметы. Тем не менее, несмотря на это, очень много вопросов продолжало поступать как в Министерство образования еще на тот момент, так как нам все равно ни учителя, ни завуча какой-то полной картины не имели. То есть, насколько все-таки является обязательным изучение второго иностранного языка или не обязательно. И в качестве ответа на постоянно эти задаваемые вопросы Министерство образования и науки от 17 мая 2018 года выписывал такое вот письмо. И здесь обратите внимание, пожалуйста, на третий абзац. В нем говорится, что в ГОС основного общего образования определен перечень обязательных для изучения учебных предметов. Довиточие идет перечисление. И мы видим иностранный язык, запятая, второй иностранный язык. Следующий абзац. Таким образом, в соответствии с ГОС основного общего образования изучение второго иностранного языка предусматривается на уровне основного общего образования и является обязательным. В соответствии с ГОС основная цель изучения иностранных языков в школе и в том числе второго иностранного языка это формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Какие требования у нас тут к результатам освоения? Это достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, а также создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, и к изучению второго, третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средство получения информации, позволяющее расширить свои знания в других предметах. В соответствии с общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком, мы должны к девятому классу достигнуть уровня А2. На данный момент ситуация следующая, что образовательная организация, в принципе, может выбрать, с какого класса они начинают осваивать второй иностранный язык, и количество часов, которые отводятся на изучение второго иностранного языка. Вот вопросы про то, где брать часы. Тоже очень часто задаваемый вопрос. Я напоминаю, что у нас основная образовательная программа основного общего образования содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть у нас 70% и 30% это часть, формируемая участниками образовательных отношений. Давайте посмотрим на примерные недельные учебные планы основного общего образования. Они вывешены на сайте в госреестр. Это примерный учебный план первого варианта с минимальным количеством часов. И здесь вы видите часть, формируемая участниками образовательных отношений. Вот здесь часы могут браться отсюда. Если мы посмотрим на второй вариант плана, это недельный учебный план с максимальным количеством часов, здесь также есть часть, формируемая участниками образовательных отношений. Есть третий вариант. Здесь второй иностранный язык уже, как вы видите, входит. И часы на него также отводятся. Есть еще четвертый вариант плана, но там это для тех регионов, где есть родной язык, родная литература. Чтобы нам достигнуть до порогового уровня, уровня А2, сколько же часов нам на самом деле нужно? Если мы возьмем стандарт по русскому, как иностранному, а также некоторые исследования Кембриджа, то мы увидим, что в среднем нужно 180-200 часов для того, чтобы достигнуть уровня А2. Поэтому, если мы посчитаем, то получится, что чтобы без напряжения, без спешки мы смогли это достичь, то, конечно же, вводить второй иностранный язык нужно не позднее 7 класса. И только тогда у нас получится полностью выполненные требования федерального государственного образовательного стандарта. Еще один частый вопрос – это могут ли родители отказаться от изучения второго иностранного языка. Поэтому, в соответствии с федеральным законом образования, у нас образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научно-административной и финансо-экономической деятельности. А как мы понимаем, второй иностранный язык у нас, конечно же, относится к образовательной деятельности. Поэтому родители отказаться от изучения второго иностранного языка не могут. Это не факультатив, это образовательная деятельность. Как у нас идет разработка учебной программы по предмету второй иностранный язык? Рабочие программы имеют ту же структуру, что и рабочие программы по предмету иностранного. И должны содержать планируемые результаты освоения предметов второй иностранный язык, содержание и тематическое планирование. В каких условиях сейчас преподается второй иностранный язык? Я думаю, что ни для кого не секрет, что обучение далеко не всегда начинается с пятого класса, иногда начинается в шестом, седьмом, иногда даже, к сожалению. И позже. Некоторые в школах он продолжается до девятого класса, то есть на уровне основного общего образования. Некоторые образовательные организации продолжают и в десятом, одиннадцатом классе. В среднем отводится два часа в неделю. Чаще всего, конечно же, первый иностранный язык английский, поэтому обучение идет на базе английского языка, как первого иностранного. Но при этом учителя не всегда учитывают условия многоязычия и, как следствие, не используют все имеющиеся возможности для повышения эффективности учебного процесса. Плюс еще одна такая вот проблема, надеюсь, сейчас выход на федеральную перечень, она все-таки уйдет, что учителя не всегда используют МК, которые специально создавались для изучения второго иностранного языка, а используют те, которые выпускались как МК для первых иностранных языков. А это, конечно, уже большая разница. Но сейчас я повторю, что эти все УМК и ДСП не входят в федеральный перечень, поэтому можете смело и спокойно их использовать. Ну и также, ну, это проблема некоторых регионов, это кадровая проблема. Не всегда у школы есть возможность найти преподавателей нескольких языков. Особенно это, конечно, касается небольших населенных пунктов. Там эти проблемы действительно есть. Какие же основные принципы преподавания второго иностранного языка? Ну, первые два принципа – это коммуникативная направленность и когнитивная направленность. То же самое у нас и с первым иностранным языком. А вот что особенно важно для второго иностранного языка? Это сопоставительный принцип, принцип интенсификации учебного труда, принцип интеркультурной направленности и принцип комплексности. Что они под собой подразумевают? Принцип комплексности обеспечивает формирование единой мультилингвальной коммуникативной компетенции через учет уровня развития коммуникативной компетенции, обучающейся в других языках, и опору на нее. Сопоставительный принцип проявляется через сравнение и сопоставление, коррелирующее друг с другом языковых явлений родного, первого и второго иностранных языков. Реализация этого принципа выступает инструментом оптимизации, обучения, формирования металлингвистического сознания учащихся. И, конечно же, учет принципа интенсификации учебного труда учащихся и учебного процесса. Потому что мы понимаем, что дети, которыми мы работаем в пятом классе, и они начали изучать иностранный язык, у них уже совершенно другие когнитивные способности, чем у детей второго класса. И, конечно же, мы не можем тратить столько же времени на изучение каких-либо тем, например, тем из семьи, сколько мы тратили это при изучении первого иностранного языка. Мы уже не можем. Все-таки процесс мы должны этот интенсифицировать. И поэтому, даже если вы не взяли УМК в пятом классе, вы начали изучать, например, с шестого класса, вы можете спокойно за один год два учебника со своими учениками пройти. Какой УМК выбрать? Ну, как я уже говорила, в первую очередь, конечно же, чтобы он был специально разработан для обучения второму иностранному языку, чтобы он соответствовал федеральному государственному образовательному стандарту, без этого, естественно, нельзя. Соответственно, системно-деятельностному, конникативному, лично-ориентированному подходу к обучению. Имел материалы для оценивания образовательных результатов. Готовил к государственной итоговой аттестации. И, конечно же, прекрасно, чтобы к нему была хорошая методическая поддержка учителя, чтобы облегчить этот новый путь для всех нас. Сегодня мы будем смотреть на УМК Options, будем смотреть на то, как достигаются требования в ГОС на страницах данного УМК, и параллельно будем также смотреть на технологии, которые применяются на страницах данного учебника. Здесь небольшой слайд, что такое технология. Совокупность методов, процессов, материалов используемых в какой-либо области. Ну, понятно, что нас с вами интересует область педагогическая. Какие же свойства педагогической технологии? Это целостность, оптимальность, результативность и применимость в реальных условиях. На данном слайде вы видите основные современные педагогические технологии. Конечно, их намного больше сейчас. Очень много различных технологий. Но здесь мы сделали такую выжимку из основных, про которые мы сегодня также поговорим в рамках УМК «Мой выбор английский». Конечно же, любой современный учебник, он должен отвечать определенным требованиям. Это гуманитаризация, научность. Он должен поддерживать целостную картину мира, отвечать требованиям культуры сообразности, непрерывного общего развития каждого ребенка, наглядности, инструментальности, интерактивности, иметь модульную структуру. Потому что мы прекрасно понимаем, что мы работаем с детьми поколения Z. Это дети, которым не всегда легко даются групповые и парные задания. Они больше индивидуалы. Это люди, ставящие на свой потенциал. Им очень важно, чтобы то, что они делали, чтобы это оценивалось. Чтобы учитель был с ними по одну сторону баррикад. Так, чтобы ему не говорили, что делать, а чтобы его направляли и шли с ним рядом. Вот это очень важно. Плюс, конечно, мы понимаем, что они не могут жить без гаджетов. И это тоже нужно учитывать и использовать в своих целях на уроках иностранного языка. И в том числе на уроках иностранного, второго иностранного языка. Здесь вы видите обложки всех УМК по вторым иностранным языкам. Вот в рамочке. Да, это и общинс. Третья, синяя птица. УМК по испанскому языку завтра. Горизонт и время учить китайский. Ну, а мы переходим к УМК «Мой выбор английский». Повторюсь, автор у нас Маневич Полякова. Федеральный перечень УМК вошел с 5 по 11 класс. Создавался он специально для учащихся, которые начинают изучать иностранный язык с 5 класса. То есть это первый год обучения, 5 класс. Как я уже сказала, это совместный проект с издательством «Экспресс Паблишен». Каков состав УМК? Это учебник, рабочая тетрадь, электронная форма учебника, книга для учителя, аудиокурс, рабочая программа. Структура УМК «Мой выбор английский». УМК «Мой выбор английский» состоит из вводного модуля стата и 8 тематических модулей. Дальше идет страновический модуль «All About Russia», грамматический раздел «Grammar Reference Sections», фонетическая таблица «Kita Phonetic Symbols» и поурочный список лексики учебника «Родлист». Давайте посмотрим на вводный модуль. В первой половине учебника для 5 класса задания у нас идут на русском языке, со второй половины уже на английском языке. В вводном модуле мы проходим темы цвета, счет, алфавит. То есть здесь идет, конечно же, все более интенсифицированно, чем это было с первым иностранным языком. Для тех, кто работает по УМК «Английский фокус», вот такая, когда они смотрят на данный слайд, они обычно говорят, что им кажется он похожим и привычным, на тот УМК, с которым они работают по первому иностранному языку, что тоже, я думаю, хорошо, потому что не будет лишнего стресса, и учителя в том числе. Как мы видим, тут также у нас идут фразы классного обихода в рамках вводного модуля, чтобы мы могли уже на уроках второго иностранного языка как можно быстрее начать разговаривать с классом только на английском языке. Кого же структура каждого модуля? Уже не стата, а дальше модули, которые у нас идут. Это Everyday English, как понятно по названию, это у нас диалоги, которые вызывают коммуникативные компетенции именно с современным английским языком, на котором сейчас разговариваем. И Cross Cultures, знакомство с различными культурными и страноведческими аспектами, которые тематически связаны с модулами. Across the Curriculum, Clean Time, Content and Language Integrated Learning. Это рубрика, направленная на развитие межпредметных связей, что также является неотъемлемым требованием в курс. Дальше у нас идет рубрика Pronunciation. Это упражнения, которые помогают учащимся узнавать, различать и воспроизвести звуки английского языка. Fun Time, также по названию понятно, что это те задания на чтение, аутирование и говорение, которые идут у нас в игровом формате. Self-check, рубрики самопроверки. И, конечно же, рубрика, посвященная родной культуре All About Russia. Как же лизуется деятельностный подход к организации обучения в УМК «Мой выбор английский»? Давайте вспомним структуру психологической деятельности ученика на уроке. У нас этапы мотивации, цели и полагания, планирования, действия по достижению цели, самооценка и оценка, самокоррекция и коррекция и рефлексия. Как это соответствует элементам образовательного процесса, то есть урока? Мотивация, цели и полагания и планирование – это у нас организация. Действия по достижению цели – это изучение нового и закрепление пройденного материала. Оценка, самооценка, коррекция, самокоррекция, рефлексия – это у нас контроль, коррекция и итог урока. Вот поэтому очень важно уделять время и работать с вводной страницей каждого модуля, потому что это этап организации. Как видите, здесь идут разнообразные задания. Это не просто оглавление, не просто куда-то перейти, пролистать. Это полноценные задания. Задания и на работу с картинками, и задания на аудирование. И, конечно же, в конце обязательно нужно потратить время урока на то, чтобы посвятить его рефлексии, потому что только тогда у нас будет полностью закономерный, законченный урок с этапом мотивации и с этапом повторения, контроля и рефлексии. Как же реализуются личностные результаты на страницах УМК «Мой выбор английский»? Первый личностный результат – это воспитание российско-гражданской идентичности. Мы знаем, что президент Российской Федерации намного об этом был, что основной задачей является воспитание гражданина и патриота своей страны. А учителя иностранных языков всегда были в авангарде воспитательных моментов, и мы можем это делать как на уроках первого иностранного языка, так и на уроках второго иностранного языка. Здесь вы видите задание, посвященное родной культуре, а также видите, что в конечном итоге мы выходим на задание проектное. Поэтому здесь мы можем говорить о реализации проектной технологии или о методе проекта. Что дает метод проекта? Ну, во-первых, любой проект способствует раскрытию творческих способностей учащихся, в соответствии с их интересами и увлечениями. Он обеспечивает развитие критического мышления, навыков разрешения проблем и принятия решений. Способствует личностной и творческой самореализации. Обеспечивает достижение самостоятельно поставленной цели и планирование результата. Развивает способность действовать как самостоятельно, так и в сотрудничестве, умение работать в команде. Как я уже говорила, для поколения Z это не всегда просто. Над этим, конечно же, нужно работать. Следующий личностный результат – это знакомство с культурой других стран, уважительное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре и гражданской позиции. Также вы видите, что заданий к текстам идет очень много. Это и послетекстовые, и дотекстовые задания, и задания с выходом на информационно-коммуникационные технологии, которые помечены значком ICT. Мы предполагаем выполнение этих заданий иногда уже с помощью тех сайтов, которые заранее даются для учащихся. Иногда это самостоятельный поиск. Также на них посмотрим. Следующий результат – это у нас формирование ответственного обучения, отношения к обучению. Здесь у нас представлен такой вот текст из фрагментов записочек, которые пишут дети из разных стран о своих любимых предметах в школе. И, конечно же, предполагается, что учащийся также поделится перед классом о своем любимом предмете, о том, что больше всего нравится в школе ему. Очень важно также развивать осознание значения ценности семьи в жизни человека и общества. И здесь, конечно же, мы работаем также с текстами, которые направлены на то, чтобы учащиеся мотивированы включались, чтобы они захотели рассказать о своей семье. Здесь, например, Дня матери. Не все даже, некоторые и не знают про такой праздник. Сейчас, да, он как-то все-таки в России становится более популярным. Это, я думаю, хорошо. Но не все знают и, возможно, для кого-то это будет некая новость и открыть. А кто-то, может быть, расскажет, как в их семье этот праздник отмечается. Мы также здесь говорим о технологии деятельностного подхода и личностно ориентированного образования. Потому что мы запоминаем 50% того, что видим и слышим, 70% того, что обсуждаем с другими, и 80% того, что основано на личном опыте. Вот поэтому личностное включение, мотивирование учащихся, оно очень важно. Следующий личностный результат – это формирование целостного мировоззрения. И, как вы видите, здесь у нас также идет задание на привлечение информационно-коммуникационных технологий. Здесь у нас идет уже заведомо данный сайт, куда учащимся предполагается перейти. Также много заданий направлено на формирование и развитие экологического мышления. Еще одно требование в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Также обратите внимание на задание 6. Здесь, опять же, заранее дается сайт, на который учащимся предполагается перейти. Ну, вот эти задания здесь, как выжимка, даются на развитие информационно-коммуникационных технологий. Что нам дают? Какие умения и навыки являются элементами информационно-коммуникационных технологий? Это обращение с устройствами, во-первых. Я думаю, учащиеся современные и так это хорошо делают. Но что нам очень важно, чтобы они находили информацию, то есть поиск информации, организация хранения, анализ информации, в дальнейшем презентация выполненных работ, безопасное использование и, конечно же, сотрудничество, коммуникация, социальное взаимодействие. Мы учим их пользоваться приемами поиска, выделять ключевые слова, самостоятельно находить информацию в информационном поле, выделять в тексте главное, анализировать информацию, систематизировать информацию, самостоятельно делать выводы и обобщение на основе полученной информации. То есть все это у нас, конечно же, шаги к одному, к одной из основных компетенций 21 века, к критическому мышлению. И большинство работ, которые мы делаем с применением КТ, это, конечно же, с выходом потом на презентацию. То есть мы учим учащихся оставлять тезисы для использования в качестве опоры при высказывании, использовать различные средства наглядности при выступлении, подбирать соответствующий материал для создания информационного продукта и в конечном счете оформлять свою презентацию в формате Powerpoint. Тоже очень важное и необходимое сейчас умение. Какие метапредметные результаты у нас достигаются? Это умение самостоятельно определять цели. Как я уже говорила, на этапе организации в этом нам помогает вводная модульная страница каждого урока. И в конце это рубрики самопроверки и самоконтроля. Они нас учат основам владения, самоконтроля и самооценки. Также очень важное умение – это умение создавать, применять и преобразовывать знаки, символы, модели и схемы. Также большое количество заданий на странице ХУМК отводится этому умению. Развитие науков смыслового чтения. Мы работаем с текстами с большим количеством до-текстового, текстового и после-текстовых заданий. Потому что, когда мы работаем на до-текстовом этапе, мы работаем над просмотровым чтением. Здесь нам главное – это общее представление о содержании и теме, и работа с заголовком и иллюстрацией. На текстовом этапе мы работаем над поисковым чтением. То есть мы ищем конкретную информацию и ответы на предварительно поставленные вопросы. И на после-текстовом этапе мы работаем над изучающим и смысловым чтением. То есть здесь уже самое важное – определить мысль основного текста, проанализировать, прокомментировать, объяснить и сделать собственные выводы. Ещё один метапредметный результат – это умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключения и выводы. Вот те задания, которые на это направлены, они помечены на страницах учебника значком «THINK» – «Подумать». Мы переходим к предметным результатам. Конечно же, мы совершенствуем коммуникативные, речевые и культурные науки. Мы совершенствуем приобретённые язычные и коммуникативные умения. Мы расширяем лексический запас, расширяем языковой кругозор наших учащихся. Мы работаем над формированием дружелюбного отношения к ценностям иных культур. И всё это нам позволяет делать различные разделы. Мы формируем и совершенствуем иноязычную коммуникативную компетенцию. Вот смотрите, мы работаем и над произношением, мы работаем по всем видам речевого деятельности. Здесь у нас и аудирование, и говорение, и грамматика, и лексика. То есть мы стараемся полноценно и со всех сторон развивать речевую деятельность учащихся на уроках второго иностранного языка. Мы работаем также и над чтением. И вот здесь есть раздел «Monster Trackers». Он выполнен в формате комикса, что также учащихся привлекает. И обратите внимание, что задания, которые к нему идут, они также носят игровой формат. Поэтому здесь мы можем говорить о том, что здесь мы реализуем технологии игровые и плюс технологии обучения в сотрудничестве, потому что задания часто в этой графу форме, они идут групповые и парные. Ну и, как я уже говорила, идут разделы, посвященные подготовке КОГЭ и ЕГЭ, «Exam Practice» на страницах учебника. Как я говорила, одним из компонентов УМК является рабочая тетрадь. Она называется «Рабочая тетрадь и грамматика», «Workbook and Grammar». Вы можете видеть содержание на экране. Там идет отработка как лексического, так и грамматического материала. Все мы знаем, что это очень важный компонент, без которого действительно трудно отрабатывать некоторые моменты, без рабочей тетради. Все-таки лексика и грамматика требуют расширения заданий. Не всегда нам хватает заданий из учебника. Плюс также есть такой вот раздел, который называется «Language Review», который обобщает и систематизирует словарный запас по изученной теме. И носит здесь задания различные форматы. Также много игровых. Это задания на запоминание слов, орфографические диктанты, составление текстов только из определенного набора слов. Например, вот здесь предлагается разделить слова по группам. Над этим всем мы работаем в разделе «Language Review» на страницах рабочих тетрадей. Также еще одной особенностью является рубрика «Presentation Skills», которая, как вы понимаете, посвящена навыкам презентации и навыкам презентования своих тем, то есть тому, как правильно выступать, как правильно подготовить презентацию, как подготовить тезисы и как это потом применить. «Книга для учителя». Также этот компонент у нас доступен для скачивания на сайте. Вы можете посмотреть, где я еще сейчас скажу. Здесь дается подробное описание каждого из уроков. Также даются ключи. И также в книге для учителя идет рубрика «Presentation Skills». Здесь дается вот такая вот схема о том, как правильно готовиться к презентации, какие бывают ее виды, как нужно структурировать, как нужно презентовать. Очень тоже такая интересная информация, как для самого учителя, так и для учеников. Конечно, есть электронная форма учебника, как у всех учебников «Фастоятельства просвещения». Она имеет две структуры – электронного учебника и печатного учебника. То есть в любой момент вы можете перейти. Еще очень важным таким компонентом, над которым мы сейчас работаем, является электронное приложение, которое, как вы видите, повторяет структуру учебника. Идут модули, идут разделы. Допустим, мы выбираем модуль 2, и вот перед нами появляются все разделы. Мы берем 2А. Видите, те задания, которые обведены кружками, мы сейчас на них посмотрим в рамках приложения. Здесь нам предлагается прочитать текст и ответить на вопросы. Если мы работаем без приложения, то учащиеся ждут, пока их опросят, ждут, когда до них дойдет очередь. Не всегда это получается. Если у вас есть возможность поработать с приложением, то тогда учащийся самостоятельно может себя проверить. То есть он отвечает на этот вопрос, наводит курсор, и в тексте ему правильный ответ подчеркивается. Следующее задание. Здесь предполагается, вспомни, say two things you remember from the text. Учащийся самостоятельно пытается себя проверить. Потом он может прослушать и понять, насколько он был прав. Следующее задание. Здесь мы работаем над лексикой. Мы видим и написание. Мы можем прослушать с помощью значка наушников, как произносятся. Плюс идут графические образы, потому что у нас много детей визуалов, и мы это знаем. Также здесь каждый может в своем темпе отработать лексический материал. Вот тоже задание на отработку лексического материала. В части тела мы видим написание слова, можем прослушать произношение. Потом учащийся может нажать кнопку в правом нижнем углу. Тогда слова исчезают. Он вспоминает их сам, а в качестве проверки может нажимать на значок прослушивания и прослушивать, прав он или нет. Здесь мы также работаем с характеристикой героев. И опять же, после того, как учащийся это задание выполняет, он может нажать в значок чек и посмотреть в процентном соотношении, насколько он был прав при выполнении данного задания. Работаем и с аудированием, также с возможностью самопроверки, чтобы каждый мог работать в том темпе, в котором ему удобно. Работаем и над говорением, тоже с возможностью самопроверки, потому что текст потом может появиться уже на экране, и учащийся также может проверить, правильно он сказал, правильно он охарактеризовал или нет. А вот здесь идет проектное задание, тоже в рамках электронного приложения. Предполагается рассказать о любимом персонаже мультика. Если у учащихся возникают трудности, то приложение может ему подсказать, подсказать персонажу, подсказать какие-то тезисы для описания. И также он себя потом может уже по данной схеме, может быть, даже придумать уже что-то свое, рассказать про своего героя, но опираясь на вот этот вот образец. Так же, как и в учебнике есть, естественно, рубрика «Селф-чек», которая также направлена на самопроверку в рамках электронного приложения. И здесь еще есть книги для чтения. Они сделаны в двух форматах. Первый. Некоторые учащиеся могут посмотреть в формате мультфильма либо с субтитрами, либо без. Кому более удобно и интересен формат комиксов, могут посчитать в формате комиксов. То есть тут уже на выбор учеников. И, конечно же, дальше опять же идут интерактивные задания по работе с книгами для чтения. Также в электронном приложении много заданий на лексические игры. Если нет возможности использовать планшеты или электронные устройства на уроках, эти задания могут быть распечатаны. Вы видите внизу значок принтера. Вот еще «Океблеры геймс», а также «Грэма геймс», где они могут одновременно быть и вратарями, и рыбаками, но при этом отрабатывают грамматические конструкции. Потому что мы все прекрасно понимаем, что, конечно же, в игре дети у нас учатся лучше. Уважаемые коллеги, на данном слайде представлен сайт нашего онлайн-журнала «Просвещение иностранной языки» и «языки.prosv.ru». Здесь вы можете почитать большое количество статей, посвященных второму иностранному языку, в том числе и у МК «Опшенс». Также мы вас призываем становиться авторами нашего интернет-журнала. Если вы считаете, что вам есть чем поделиться, или у ваших коллег есть опыт работы с нашими у МК, и им хочется его также передать, пожалуйста, все требования к статьям вы можете найти на сайте, можете нам прислать. И если они публикуются, то вы получаете сертификат о публикации. Также периодически мы проводим конкурсы на формирование региональных методических сборников. Вы можете их посмотреть, а также следите за новостями в своем регионе. Возможно, в вашем регионе также будет формироваться сборник. И мы вас тоже приглашаем в этом участок. Мы представлены во всех социальных сетях, и ВКонтакте, и Facebook, и Instagram. Мы постоянно выкладываем обновления, информацию, наиболее какие-то интересные моменты из жизни образования, информацию о мероприятиях, которые у нас проводятся. И, конечно же, я вам напоминаю о нашем основном сайте www.prosov.ru. Там у нас идут разделы по языкам, куда вы переходите, например, выбрав английский язык. И вы видите все УМК-издательства просвещения по английскому языку. И там уже на странице каждого УМК вы найдете методическую поддержку и доступные для скачивания материалы. Вот, например, на страницах УМК-сферы вы можете найти образцы циклов. Там будет содержание и 11 циклов каждого класса со 2 по 11 класс. Вы можете скачать и ознакомиться. Так как структура идентичная, то для вас это будет понятно, что из себя составляет учебник. Если у вас есть какие-то вопросы к нам, вы также можете задать их по нашему общему адресу www.languagessobakapros.ru Это адрес нашего центра, центра лингвистического образования. Или можете адресовать их мне по моему электронному адресу www.languagessobakapros.ru Давайте посмотрим, были у нас вопросы сегодня. Какова в процентном соотношении вероятность того, что будет обязательный ГЭП по иностранному языку? Читовое осложнение международной обстановки. Ну, я не Министерство просвещения, поэтому я думаю, что нам надо просто всем дождаться официального решения какого-то. Я думаю, что процентное соотношение никто сейчас, ну, не в нашей компетенции его всё-таки делает. Васильев говорил, что второй язык нам не потянуть. Не будут ли отменять изучение? Ну, опять же, я, к сожалению, не могу за неё ответить. Посмотрим. Если какие-то указы будут выходить, то мы о них обязательно расскажем в рамках вебинаров, в рамках семинаров. То есть мы эти все новости из образования, мы их обязательно стараемся осветить как можно быстрее. Ну, по поводу УНК Владимира Петровича Кузовлева. На данный момент ни начальная школа, ни 10-й, 11-й класс у нас в ветеральный перечень не входит. Тот, кто пишет, что мы не хотим менять линейку, учим в начальной школе. И напоминаю, что у вас есть 3 года на то, чтобы использовать данные УНК, который был закуплен в начальной школе. В дальнейшем вы можете закупать в статусе пока учебных пособий. Что делать с 9-ми классами? Сколько часов и по каким учебникам учить, если это будет первый год, обучение второму иностранному языку? Если даже это 9-й класс, то все равно мы берем УНК для 5-го класса, потому что 5-й класс это, в первую очередь, имеется в виду первый год обучения. Поэтому мы берем 5-й класс и стараемся в 9-м пройти столько, сколько можно, то есть как можно больше. И 5-й, и 6-й, и 7-й хотя бы. Ну, я понимаю, что всю линию с 5-го по 9-й за один год не пройти, но максимально постараться нужно и начинаем мы обязательно с 5-го, с учебника для 5-го класса. Ну, я думаю, что вот вопрос по поводу того, что книга для учителя на английском, но я надеюсь, что у нас все учителя английского языка все-таки владеют английским языком, поэтому мы на это и ориентируемся. Нужны ли в учебниках фантастические персонажи? Несмотря на каких персонажах идет речь, я так не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, что вы подразумеваете под этим, но я думаю, что мы не должны забывать о том, что наши учащиеся это все еще дети, а дети любят сказки, и им так познавать мир значительно проще, в том числе учиться через сказки тоже намного продуктивнее, особенно в начальной школе, да и в начале основной школы тоже. По поводу методических рекомендаций для обучения детей с ОВЗ, да, мы также над этим будем сейчас работать, все, что у нас будет сделано, мы это все будем размещать у нас на сайте, на сайте ОМК «Мой выбор английский», поэтому, пожалуйста, также следите за нашими обновлениями там, или обращайтесь по всем вопросам, если вы не можете что-то найти, например, не можете найти книгу для учителя на сайте, или у вас не получается скачать аудиоприложение, пожалуйста, напишите нам, и мы попробуем на это все ответить как можно быстрее. Уважаемые коллеги, спасибо большое за внимание. Если вдруг у вас еще какие-то вопросы возникнут, пожалуйста, не стесняйтесь, связывайтесь с нами, вам с радостью поможем. До свидания.